Журналисты телеканала Freedom одними из первых обратили внимание на судьбу жителя Мариуполя Богдана Ермохина, которого оккупанты депортировали в Россию во время захвата, точнее после захвата Мариуполя. Этому парню недавно выдали повестку перед тем, как ему должно исполниться 18 лет. Его хотели мобилизовать в российскую армию. Наши журналисты делали об этом сюжеты, подключились правозащитники. И вот пришла хорошая новость. Глава офиса президента Ермак сообщил о том, что Богдан Ермохин будет возвращен в Украину. И это очень-очень хорошо. Хотим об этом далее поговорить с экспертом Александром Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека в нашем эфире. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Доброе утро. Будьте добры, расскажите о деталях этой истории. Напомню нашей аудитории, что вывезли этого парня из Мариуполя, когда ему еще было 16 лет. Это было в 2022 году. И вот сейчас ему только стукнуло 18. Сразу получил повестку. То есть, вообще, скажите, Россия его реально хотела призвать на фронт. Мы правильно понимаем? Ну, у него была повестка, которая была, собственно говоря, сигналом о том, что, во-первых, будет призван вооруженные силы, а уже в дальнейшем он вполне мог отправиться и воевать на фронт. И, собственно говоря, эта угроза и была одним из факторов, который послужил тому, что Богдан обратился публично к президенту Украины с просьбой помочь ему вернуться в Украину. Он сохранил украинское гражданство. У него был украинский опекун и адвокат, который фактически боролась за то, чтобы вот эту всю процедуру осуществить с его возвращением. Это тоже было, и это был большой плюс в этой ситуации. Богдана пытались подкупить тем, что российская сторона ему предоставили жилье в Подмосковной области, ему выделили квартиру. Собственно говоря, это один из таких фактов или один из таких способов, когда Россия пытается, скажем так, сыграть положительного героя и не допустить возвращения в Украину депортированных детей, демонстрируя тем самым, что у них нормальные условия, они оказывают гуманитарную поддержку и помощь тем, кого они вывезли. Это совсем не депортации, а это забота о сиротах или о тех, кто лишён родительского, скажем так, контроля. И вопрос с Богданом Ермохиным как раз состоял в том, что он самостоятельно высказал свою претензию и просьбу вернуться в Украину. И вот в этот процесс были включены и в том числе российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, она тоже сыграла важную роль. И вот эти, скажем так, инструменты, которые присутствуют, я имею в виду и адвокатская поддержка, и поддержка со стороны того же российского омбудсмана, когда это возможно, показали, что возможно решать ситуацию положительно. И это, наверное, один из таких путей возвращения украинских детей, хотя он пока, скажем так, индивидуально-единичный и не показывает всю систему, которая должна быть запущена для того, чтобы вернуть у нас в списке Национального информационного бюро более 19,5 тысяч детей, которые числятся с персональными данными, как такие, что депортированы или находятся в России, в Российской Федерации, как раз в статусе детей, которые должны быть возвращены в Украину. А скажите, пожалуйста, Александр, вот вообще мы называем этот процесс депортацией незаконной, да, и известно, что около 20 тысяч украинских детей, как говорится, как пишут в официальных источниках, депортировано. А почему депортация, а не кража? В этом, мне кажется, есть какая-то разница. И детей именно без их спроса, без их разрешения фактически воровали в Украине, вывозили там и раздавали. Вот буквально так это было в России. В чем разница в этих определениях? И в чем сложность с возвращением всех остальных детей, которых, еще раз напомню, 20 тысяч около этого? Ну, вы, наверное, употребили термин, который хотели сказать, киднеппинг, то есть это похищение, собственно, было, а не кража, да? Но похищение связано еще и с тем, что лицо, которое похищают, лишают свободы, то есть оно должно находиться в местах несвободы. В данной ситуации мы говорим о том, что, во-первых, нельзя установить в каждом конкретном случае, какая была процедура. Возможно, были и эти случаи похищения детей, но чаще всего это была депортация или, скажем так, создание условий для того, чтобы не было другого способа, скажем, избавиться от возможности быть там или под обстрелом, или в зоне боевых действий, иначе как выехав на территорию Российской Федерации. Вот пример с Мариуполем очень яркий, потому что там фактически против гражданского населения была развязана война, и доступ к гуманитарным коридорам, которые вывели в Украину, до Запорожья там два часа на автобусе ехать, фактически не было предоставлено, и Россия умышленно и заворачивала автобусы, и по ложному пути отправляла их на территорию или оккупированной Украины, или на территорию Российской Федерации. И это вот такой пример, скажем так, политики, которая даже с подозрением на киноцидный характер, ну, собственно говоря, то, что присутствует и в обвинении того же Международного уголовного суда, напомню, ордер 17 марта этого года, 2023-го, был выписан и Марией Львовой, и Беловой, и Владимиру Путину, связан он был с переводом как раз украинских детей в российское гражданство. Собственно говоря, ну вот, коротко, наверное, так можно ответить на ваш вопрос о похищении, ну и плюс, все-таки, наверное, юридический термин здесь более такой аппликабельный, может быть, использован, это депортация, это то, что, собственно говоря, закреплено в 4-й Женевской конвенции. Хотя, конечно, в отдельных, но это, наверное, нужно доказывать в уголовном порядке, в отдельных случаях могли быть и такие похищения, но это, наверное, скорее исключение, нежели системы и правила. Александр, ну и завершающим вопросом будет вопрос о Беларуси. Не только в Российскую Федерацию киднепят, да, или же похищают украинских детей. Есть информация от лаборатории гуманитарных исследований при Эльской школе общественного здоровья. Они подсчитали, что 2400 украинских детей было вывезено на территорию Беларуси с начала полномасштабного вторжения. Размещают их в 13 учреждениях, например, такие, как детский центр Дубава в Минской области в том числе. Расскажите, что с возвратом наших детей из Беларуси сложнее, легче вернуть? Вот как координируются эти вопросы? Этих детей перевозили как раз с оккупированных территорий Украины и частично через российскую территорию, частично через оккупированную украинскую территорию. И, ну, собственно говоря, они приезжали туда якобы для оздоровления. Собственно, это было и военно-патриотическое воспитание продолжалось, это была и такая акция вовлечения, скорее всего, Беларуси в этот процесс, чтобы они тоже солидарно разделили вместе с Россией вот эту позицию и статус соучастника этого преступления. Но это подавалось под фокусом оздоровления украинских детей. Эти дети были возвращены, они были недостаточно длительный срок в этих лагерях. Собственно говоря, это так, как до нескольких месяцев с возможностью прохождения обучения вот в этом школьном учебном процессе. Ну и, опять-таки, по информации, которая есть, сейчас уже эти дети не находятся в Беларуси. Они возвращены, они вывезены на те места, откуда они были привезены, но не все они возвращены на украинскую территорию. Кстати говоря, потому что часть из них была обманным путем вывезена как бы для оздоровления еще в 2022 году летом с территорий, которые находились в активной зоне боевых действий для того, чтобы они не попадали под какую-то, скажем так, военную операцию. И с тех пор вот тоже не все они были возвращены на территории, которые уже ныне освобождены от российской оккупации. Ну и, как вы правильно заметили, если даже физически детей возвращают, то ментально все равно их обрабатывали. И, по сути, это тоже является надломом психики несовершеннолетними. На зоне пропаганды. Да. Над этим тоже нам придется работать. Спасибо большое, что занимаетесь этим важным вопросом. Разъясняете нам сути таких детальных процессов и очень тонких, и болезненных для украинского общества. Но надо это знать. Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, был в эфире канала «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok